Радиатор охлаждения Начиная с 5 по июнь 2008 года Стоял радиатор вот такого вот образца Два, то есть вида Здесь уже довольно-таки просто определить, какой у вас Эту важную нагрузку дает наличие кондиционера Если кондиционера нету, то радиатор вот такой вот Следует обратить, что характерная особенность для машины до июня 2008 года Это патрубки с одной стороны Крепление верхнее вбок направлены То есть горизонтально крепление верхнее И на радиаторе без кондиционера до июня 2008 года Спереди, куда выходят патрубки Отверстие для крепления вентилятора Дальше берем радиатор для машины с кондиционером до июня 2008 года Также патрубки выходят с одной стороны Уши крепления к горизонтальной плоскости Но здесь есть спереди защелки для того, чтобы вешать вентилятор А на другой стороне присутствуют отверстия для крепления радиатора и кондиционера После июня 2008 года То есть 9, 10, 11, 12, 13 Радиаторы следующие Без кондиционера Радиатор вот такой вот стоит Сразу отличительная особенность системы охлаждения после июня 2008 года Патрубки с разных сторон И уши крепления с верхней кронштейна Они смотрят вверх, в отличие от до года Ну и опять-таки, без кондиционера Здесь спереди на выходе патрубках защелки для крепления вентилятора А с кондиционером, когда машина с кондиционером Все то же самое, патрубки в те же стены Но только здесь крепление для вентилятора Вот такие вот отверстия А на другой стороне здесь защелки для крепления радиатора и кондиционера То есть еще раз хочу отметить Вам достаточно, если у вас машина 2008 года И тяжело определить месяц выпуска Вам достаточно открыть капот И посмотреть два толстых патрубка Если они с разных сторон подходят Значит у вас система охлаждения после июня 2008 года Если с одной стороны подходят патрубки Значит система охлаждения до июня 2008 года Ну уж наличие кондиционера тут понятно Также еще особенность изменения небольших технических конфигураций автомобиля До июня 2008 года и после Легко отображается на фарах Вот на машинах до июня 2008 года По программе Dialogis И вообще с завода стоят фары вот с таким поворотником рифленым Ну и здесь немножко другого вида И габаритка Габаритка вот здесь На машинах после июня 2008 года По декабрь 2009 года Стоит вот такая вот фара Здесь измененный поворотник Габаритка вот здесь вот смещена И ее делал рязанский завод Bosch Она сделана в России Вот Соответственно если у вас вот такие фары стоят Значит вы сразу можете быть уверены Что у вас радиаторы после июня 2008 года С патурками с разных сторон А если такая Но это конечно не касаемо Если машина была битая в морду И фара заменена Потому что мы сталкивались Что у машины система охлаждения уже изменена А фары стоят вот такие Потому что вот эти фары дешевле Значительно Чем вот фары С рязанского завода Bosch Также кстати хотелось бы отметить О том что существуют машины Рено Логана с автоматом Там радиаторы вообще не подходят По все эти критерии Там стоит радиатор Системы охлаждения после июня 2008 года Но Ну как с кондиционером Но он значительно толще То есть у него Толщина больше Соответственно поэтому Другой каталожный номер Мы его представим в видео Он будет показан Он немного толще Но лучше вот этот не использовать Не будет хватать Системы охлаждения С включенным кондиционером И будет перегреваться машина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok